здравствуйте меня зовут татьяна курлович мы с вами сейчас находимся на канале про цветок и сегодня я вам расскажу о таком интересным красивым декоративным растений как вереск вереск это один из представителей большущего семейства декоративных растений вересковых в диком видео встречается всего один вид но из этого одного вида на его основе к настоящему времени получено уже более 600 сортов и выведены они в основном английскими и немецкими селекционерами хотя можем похвастаться и двумя белорусскими сортами все имеющиеся наличие верески делятся на несколько групп причем ну по разным признакам по окраске цветка по окраске листвы по высоте по форме цветка по его способности раскрываться или же не раскрываться то есть вот у нас здесь допустим сорт бутонный вереск здесь сорт махрового вереска но здесь с простыми тоже цветками нету вот здесь есть у нас сорт с сизой листвой есть сорта с золотистой листвой вот кстати сорта с золотистой листвой они как раз сам наименее зимостойкие хотя в принципе при достаточном уходе нормальному нас белоруссии они все-таки зимуют вереск как и другие декоративные и ягодные растения семейства вересковых это растение кислых почв поэтому для того чтобы он у вас рос на участке для него нужно создать подходящее условие если таковых у вас на участке нету определить подходят ли условия вашего участка можно тоже по дикорастущим растениям которые у вас есть на участке или же рядом с ним где-то за забором в лесу то есть присутствует ли там тот же дикий вереск черника брусника голубика ну и другие растения семейства вересковых верески растут в основном под в диком виде под пологом леса но на участке их можно высаживать и на открытом солнечном месте но при этом просто нужно следить чтобы не пересыхала почва а почва ему как я уже сказала нужна кислая рыхлая вода и воздухопроницаемая в принципе мы с вами уже рассматривали как правильно высадить бруснику и клюкву на участке в общем-то принципиальных различий в том как посадить вереск нету от этих растений но какие-то свои особенности все-таки имеются то есть здесь чтобы вас не забивали ваши посадки сорняки тоже стоит вырыть по форме вашего верескового садика котлован заполнить застелить его черным проницаемым материалом спанбондом или же геоспаном насыпать подходящую почву но и поверхность тоже при желании можно укрыть укрытым материалом от сорняков почва для вереска как я сказала нужно рыхлая кислая это может быть торф но все-таки верески в природе как мы видели растут чаще встречаются на песчаных почвах кислых поэтому ваш торф желательно добавить песка можно опилок это придаст торфу свойства лучшей воздухопроницаемости он у вас не будет слеживаться и лучше будет удерживать влагу то есть для растения будут созданы достаточно комфортные условия и он вас естественно за это отблагодарит ваш вереск какие взять саженцы но саженцы лучше конечно брать с закрытой корневой системой желательно вот брать их осенью потому что вы видите что вы покупаете я уже сказала что разнообразие вересков очень большое они есть и с белыми цветками и с пурпурными и с лиловыми и темно-красными и с открытыми бутонами и закрытыми и с мокровыми то есть вы можете подобрать сделать интересную группу по окраске цветков они цветут в разное время а во время до того как они начнутся у них цветение это растение цветет осенью кстати в то время когда уже большинство растений закончили свое цветение но с весны и до августа месяца у вас эти верески могут украшать вас ваш сад за счет разной окраски листвы я уже говорила что она есть и серая и темно зеленая и ярко зеленая и золотистая и бронзовая то есть это с этим признаком тоже можно варьировать ну вот купили мы саженцы подготовили почву теперь мы хотим посадить и чтобы они у нас конечно выжили и дальше нас радовали как правило когда мы достаем растение из горшка мы видим очень хорошо оплетенный корнями ком то есть вот просто ну как сказать валенок получается здесь и под низ они загнулись внутрь туда а корешки у вереска и у всех вересковых очень такие тонкие нежные то есть здесь видно что но они уже настолько густо сплели что уже дальше куда-то двинуться из этого горшка они не могут так вот для того чтобы помочь нашему растению в принципе можно конечно вот его взять перевернуть вверх ногами здесь сделать надрез ножом внизу вот так вот крест на крест и потихонечку расправить эти корешки разорвать этот ком но мы этого делать не будем есть более простой способ вы берете нож и просто-напросто вот этот ком корней как вот он есть горшок сверху донизу берете и вот так вот надрезаете если у вас горшок маленький но это глубиной где-то примерно сантиметр полтора в глубину таких надрезов нужно сделать четыре три можно можно и два что это нам дает когда мы разрезали этот ком мы дали возможность корешкам изнутри прорастать наружу молодым то есть когда мы вот этот горшок поставим в почву и засыплем его субстратом уплотним если мы его вот так оставим как было вот эти корни уже не развернуться и сами расти в стороны не пойдут и просто ваш вереск прожил у вас в саду год-два но может быть и три в конце концов может просто погибнуть когда вы этот ком разрезали или надрезали или и развернули вот так корни в стороны вы помогли этим корешкам приобрести вот естественное положение которое они но приобретают природе когда растут то есть у всех пересковых корни в глубь не растут они растут в основном ширину и основная вот масса корней вереска она находится в слое почвы где-то сантиметров 20-25 глубже там будут единичные корешки а когда они в горшке вот так вот завернулись то такие тонкие мелкие сами развернуться не могут поэтому разрезов корневой ком мы дадим возможность молодым корешкам пробиться изнутри этого кома наружу и они пойдут нарастать и формировать уже корневую систему которая характерна для самого вереска но еще можно вот эти вот веточки молодые стелющиеся просто пригнуть к почве прижать их чем-то присыпать немножечко землей и они тоже дадут корешки ну и с вереском все-таки желательно когда его сажаете то не заглублять то есть его нужно посадить в почву так вот как он у вас рос в горшке естественно сверху нужно немножечко присыпать вот эти корешки потому что ну здесь уже видно вот земли нет в горшке просто одни корни когда вы сверху насыпите немножечко почвы то вы просто дадите возможность этим корням получать влагу и убережете их от перегрева на солнце потому что с осени конечно сейчас солнца не будет но с весны в голая корневая система сверху она будет перегреваться солнечными лучами тем более почва это торфяная темная и естественно солнце она будет поглощать много поэтому нужно немножко присыпать если вы предварительно ваш участок накрыли материалом для того чтобы на нем не прорастали сорняки прорезали отверстие и высадили верески или другие там растения какие-то то желательно еще поверхность вот этого укрывного материала присыпать ну каким-то светлым субстратом это могут быть опилки это может быть песок небольшой сантиметра полтора два слой для того чтобы не было вот именно перегрева корней во время дня жаркого сухого солнечного иначе растения конечно будут у вас страдать уход за вересками уход в принципе за вересками не сложный если вы создали подходящие для него условия изначально то это уже ну ваша удача фактически главное в течение сезона следить чтобы растения не пересыхали хотя вереск природе растет на таких суховатых почвах все-таки уже ну очень сильную засуху он не любит поэтому поливать нужно регулярно но поливать умеренно не больше чем обычные садовые цветы даже можно немножечко и меньше воды лить подкармливать подкармливать вереск тоже живет на очень бедных кислых почвах поэтому подкармливать его нужно специальным удобрением для вересковых но в очень небольших количествах это вот если ваши посадки где-то занимают квадратный метр площади на эту площадь уже на большие хорошо развитые кустики нужно где-то в месяц не больше столовой ложки и вносить только ну период первой половины лета это май июнь до середины июля вторая половина лета если вы все-таки очень хотите накормить ваши растения то используйте уже удобрение для осенней подкормки и тоже вот именно на кислой основе это может быть коричневый кристаллон это может быть специальные осенние удобрения фертика это может быть флоровит ну и другие белорусские есть смеси подготовленные специально фосфат калия тоже подойдет но тоже удобрение используйте в небольших количествах потому что это медленно растущее растение питание ему нужно мало и перекормив его вы просто его можете загубить ухаживая за ним как сказать без фанатизма не перекармливая не переливая но создав условия такие в которых это растение живет в природе вы ему обеспечить необходимый уровень питания воды и всего что ему нужно и она будет вас расти и радовать вас своим красивым цветением ну и еще нужно следить за тем чтобы вовремя удалять из кустиков засохшие веточки там поломанные где-то немножечко то есть чтобы растение имело красивый вид на зиму особенно вот в первый год после посадки когда корневая система еще не закрепилась толком в почве когда она ну вряд ли сможет в зиму обеспечить растение нужным количеством воды тем более что вот слой в котором корни находятся он промерзает а у вереска видите сами веточки тоненькие и они будут просто высыхать на морозе если не будет укрытия снегом так вот для того чтобы защитить вот эти растения от такого негативного фактора как высыхание весной нужно просто сделать небольшое укрытие это может быть такой шалаш из лапника можно поставить какие-то проволочные или из ивы дуги согнуть накрыть белым спонбондом можно даже и просто так положить спонбонд на вереске он конечно придавит кустики немножко но весной они просто потом после снятия укрытия подымутся за лето отрастут и приобретут красивый нормальный вид ну вот в принципе и все что можно сказать о том как высаживать ухаживать это растение поэтому не бойтесь покупать их не бойтесь высаживать верески достаточно выдержанные крепкие растения тем более что вереск живет в наших условиях в диком виде ну сорта конечно при выведении какую-то часть устойчивости потеряли тем более что они выведены в немножко более мягком климате но при после того как растение проведет в данном регионе 23 года она начинает приспосабливаться к нашим условиям и в конце концов адаптируется и растет как у себя дома на родине поэтому первые год-два постарайтесь немножечко ему помочь защитой а дальше она уже сама справиться совсем удачи вам с вереской